Всем привет с вами Фил и сегодня я снова решил вернуться в сити батл, но не спешите вырубать видео, на этот раз я не буду мучить вас скучным летсплеем, всё таки не моё это наверно, поэтому я решил попробовать себя в полноценных обзорах, досмотрите ролик до конца и оценивайте как у меня это получится, думаю явно лучше летсплея, погнали. Сити батл это многопользовательский ммо шутер от российских разработчиков, бесплатно доступной на платформе стим. Игра сделана на одном из самых популярных игровых движков Unreal Engine 4, на том же что PUBG и Fortnite, но смысл тут совсем в другом. Игра здесь проходит в противостоянии двух команд, вне зависимости от того какой режим игры вы выбрали мы всегда будем сражаться 5 на 5 человек. На начальном этапе игры, когда мы её только скачали , нам доступен один единственный режим быстрые бои. Этот режим подбирает нам союзников и врагов вне зависимости от рейтинга. В дальнейшем, при прокачке своего уровня и накоплении денег на улучшения, нам откроются рейтинговые бои. Из названия вам уже должно было стать понятно, что здесь придётся воевать с врагами и союзниками приблизительно одинакового игрового рейтинга. После достижения десятого уровня, нам становится доступно участие в чемпионатах. Чемпионат по своей сути представляет собой классический турнир. Чтобы в него попасть, нам надо дождаться открытия новенького чемпионата, заранее посмотрев на их расписание. Благо разработчики публикуют его вовремя, поэтому с этим проблем быть не должно. Участие в чемпионатах даёт вам шанс выигрывать не только внутриигровую валюту, но и реальные деньги, а поскольку игра ещё совсем свежая, у вас есть шанс стать не одним из первых профессиональных игроков и ежемесячно на ней зарабатывать. Плюс в игре есть возможность присоединиться к своему территориальному региону и отстаивать его крутость участвуя в различных битвах. Помимо пвп режимов с девятнадцатого уровня, нам открывается борьба с искусственным интеллектом. Лично я её ещё не тестил, но зато вижу, что там можно собрать не трёх, а целых пять друзей в команду и наверняка весело повоевать с ботами. Что касается самого игрового процесса, на данный момент нам доступно две карты. Заходим в быстрый бой и здесь случайным образом нам может попаться либо электростанция, либо центр связи. Как я уже говорил в начале, на обеих картах нас сопровождает одинаковое количество игроков, но логика действий игры здесь отличается. В случае с электростанцией основной целью нашей команды является уничтожение вражеского генератора, то есть та команда которая первая сломает генератор противника становится победителем. Сам генератор находится непосредственно на базе у каждой команды. Базы защищены мощными турелями, поэтому проникнуть туда по стелсу и сломать генератор в одиночку не получится. Чтобы игровой процесс был более динамичный и мы не бегали по карте в поисках врагов, промежуточными целями для уничтожения генератора является борьба за захват точек появляющихся на карте. Захват такой точки призывает на помощь команде две специальные летающие пушки, которые на автопилоте двигаются уничтожать вражеские генератора. В этот момент наша задача прикрывать пушки от атаки врагов и сопроводить их на базу. Вторая карта носит название центр связи, основной целью на ней является перехват данных. Для ее достижения мы совместно с командой должны сражаться за имеющиеся на карте три точки связи, захват которых обеспечивает нам стабильный поток информации. Соответственно, чем больше точек принадлежит нашей команде, тем быстрее мы ее получаем. По итогу мы должны набрать 500 очков, та команда которая сделает это первая и становится победителем игры. Все просто. Будем считать с игровыми режимами разобрали, осталось разобраться с главными героями игрового процесса. Битва в сети батл проходит на специальных роботов, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и специальные умения. Пока что в игре присутствует 7 видов роботов. Первый Страж, как по мне это самый универсальный и легкий в игре персонаж, так как у него очень много здоровья, пулемет и поэтому им можно просто идти на пролом и сильно не задумываться над таксиками игры. Второй Бомбер, это стратегический герой на котором не получится просто взять ворваться в толпу и всех убить. Персонаж имеет высокую скорость передвижения и интересную возможность запускать торнадо, стягивающая врагов к своему центру. А также он может ставить перед собой специальные баррикады, полностью поглощающие урон. Третий Робот Диверсант, его задача по большей части помогать членам команды нежели быть в атаке. Он обладает функцией сканера, которая может обнаруживать врагов и скрытые ловушки в определенном радиусе, а также сам создавать ловушки в виде мин, тем самым подлавливая врагов не вступая с ними в открытую перестрелку. Скорость и способность телепортации данного робота позволяют ему удачно скрываться от врагов. Четвертый Поджигатель, это по сути такой же танк как и страж, только вместо пулемета у него огнемет. Робот довольно мощный, имеет способность восстанавливать прочность за счет накопленной энергии, а также совершать ударные прыжки наносящие массовый урон. Пятый вид роботов Снайпер Уже из названия понятно, что у этого персонажа хорошее оружие имеющее самый точный прицел. Он не очень устойчив к прямым баталиям, поэтому имеет возможность маскировки и телепорта на заранее установленную точку. Его стихия всегда быть на поддержке команды и атаковать врага с позиций на которых его не видно, как например в ситуациях, когда враг увлечен перестрелкой с другими видами союзной робототехники. Также данный робот может создавать своего двойника, тем самым вводив соперника в заблуждение и опять же с безопасной позиции делать свои опасные выстрелы. Шестой Техник, это полноценный саппорт, который может телепортироваться к союзникам, лечить их создавая зоны массового ремонта и в случае необходимости может сильно отбросить врагов от себя и раненых союзников. Особенностью данного робота является то, что во время игры он накапливает специальные сферы, которые необходимы ему для использования своих способностей. И седьмой вид роботов Штурмовик Многим новичкам в игре кажется, что это самый сбалансированный и универсальный персонаж, однако на самом деле играть на нем будет посложнее, чем на танковых роботах. Причина этого довольно банальна и кроется в том, что Штурмовик это самый динамичный герой атаки. Для хорошей игры на нем нам потребуется не только быстро ориентироваться на местности, но еще и контролировать местоположение врагов, делая на них резкие налеты и внезапные удары. Благо сделать это можно прямо с воздуха, так как данный класс умеет летать, делать очень быстрые рывки и даже массово атаковать все цели в определенном радиусе за счет возможности быстрого приземления. Изначальный выбор робота осуществляется перед началом матча, но после смерти перед каждым возрождением мы можем поменять его на любой другой, что очень удобно и позволяет тактически подбирать нужный класс под игровую ситуацию. К примеру, если враг уже подходит к нашей базе ломать генератор, то логично будет выбрать стражей и сделать максимально сильную оборону. А если же у нас вовсю идет атака и нас убили на вражеской базе, то правильнее будет выбрать более быстрого персонажа и максимально быстро вернуться к союзникам. Теперь вы имеете полное представление об игровом процессе и можете объективно оценить свое желание поиграть в сити батл. По своим ощущениям еще раз хочется отметить динамику процесса полученную путем реализации дез матча, ну на самом деле в игре нет времени скучать и активные действия происходят тут постоянно. Кстати по системным требованиям игра получилась тоже очень оптимизирована и как следствие доступная многим пользователям. Минимальные характеристики требуемого ПК вы можете видеть сейчас на экране, сравнивайте их со своими и если у вас как-то идет пабг, то сити батл будет просто летать. И на этом все, всем спасибо за просмотр, оценивайте новый формат видео, предлагайте свои идеи в комментариях, жмите лайки и не забывайте подписываться на канал. Удачи вам друзья, пока пока.